Невозможно записаться к врачу. Очень мало талонов на прием, а такой доктор как Лор вообще на вес золота. Подобные высказывания все чаще появляются в социальных сетях, особенно сейчас, когда порог заболеваемости по УРВИ превышен и незамедлительная медицинская помощь порой жизненно необходима. Как решают эти, прямо сказать, наболевшие проблемы бурнаульцев и решают ли их в Краевом Минздраве? Об этом поговорим в студии, а у нас в гостях Жанна Вахлова, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Алтайского края. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, прежде скажите, как у нас обстановка по заболеваемости УРВИ и гриппом на территории края? Мы находимся в самом начале эпидподъема, то есть говорить о том, что у нас на самом деле сейчас эпидподъем, наверное, рановато. Но рост заболеваемости мы уже почувствовали по обращаемости в нашей поликлинике и по загруженности стационаров. Ну, это традиционное явление вот в этот период года. Да, традиционное, это характерно для данного периода времени. Не оттепель причиной не является, а никакие другие причины? Ну, может быть, оттепель люди становятся более активными, да, катаются на лыжах, там, на горках, встречаются, выходят в торговые сети. Это как раз является причиной вот роста заболеваемости. Ну, вот в начале я уже сказала, что в социальных сетях достаточно много негативных отзывов о работе поликлиник. То есть свидетели, очевидцы говорят, что люди в ожидании приема у врача не только ругаются между собой, но и порой дерутся. Действительно так сложно попасть к востребованному врачу? Ну, вот эти проблемы, о которых вы говорите, они, наверное, больше все-таки связаны с теми пациентами, которые приходят по нулевым талонам, у которых нет регламентированного времени приема, да. И тогда в очереди уже возникают проблемы, а кто первый пойдет, а как мы будем вот этих нулевиков пропускать. Поэтому мы сейчас предпринимаем все меры для того, чтобы вот таких нулевиков было как можно меньше и не было вообще, в принципе. Для того, чтобы люди приходили строго по времени и строго по времени заходили на прием к врачу. И даже для этого сейчас у нас есть некая система монитора, мониторинга, такой некий светофор, где мы видим, сколько человек сидит у кабинета и как быстро человек попал в кабинет. Сколько он ждал там, 20 минут больше, для того, чтобы уже понимать, критичная ситуация или нет. Если он сидит дольше, то мы понимаем, что в этой очереди много нулевиков, которые вот эту очередь загружают. А сколько времени отведено на одного пациента? У терапевта это 15 минут, у узких специалистов по-разному, в зависимости от того, какой объем помощи он оказывает. Сколько времени ему нужно для того, чтобы провести объективный осмотр, сделать записи в амбулаторной карте. А вот многочисленные очереди все равно не наблюдаются, уж не знаю, по какой причине, из-за нулевых ли талонов или есть другие обстоятельства. Не связаны ли они с нехваткой специалистов? Ну, конечно, нехватка специалистов, она определенный отпечаток накладывает, но, тем не менее, все равно мы стараемся все ставки, те, которые есть у нас, занимать теми специалистами, которые имеются. То есть у них расширенный объем работы на занятую ставку. То есть о дефиците того или иного доктора мы сейчас говорить не будем? Ну, можно говорить о дефиците, но эти параллельные проблемы тоже решаются. Ну, вот в частности, кого не хватает? Ну, в первую очередь, конечно, у нас не хватает участковых терапевтов. Это самый главный специалист, на который мы делаем ставку, да. Если мы полностью обеспечим участковыми терапевтами, участковыми педагогератами нашу сеть медицинских организаций, то я думаю, что мы в очереди сможем победить полностью. Какие меры вы еще принимаете для того, чтобы улучшить работу поликлиник? Насколько мне известно, график работ как-то изменился? Изменился график работы. Все наши поликлиники теперь, независимо от того, городской или сельской местности, они работают с 8 до 8. Обязательно в работе поликлиники предусматривается двусменный режим работы для всех специалистов. То есть индивидуально каждый руководитель составляет график, да, и обязательно на каждом участке терапевтическом у каждого узкого специалиста в расписании работы должен быть вечерний прием и обязательно одна рабочая суббота в месяц. Это как раз вот тем самым мы решаем вопросы доступности. Кроме того, для наших важных специалистов, да, мы увеличили время на приеме. Теперь участковый терапевт должен принимать не менее пяти часов. То есть это уже вот такое табу. Если меньше, то это уже проблема. Мы начинаем ее каким-то образом решать. А я не ошибаюсь, если скажу, что даже в бокс теперь необходимо брать талоны. Их тоже не всегда они есть. Для того, чтобы избежать очереди, любой пакток, конечно, лучше регулировать. Чтобы пациент мог сам спланировать свое время, да, и прийти уже к определенному, там, назначенному ему часу. Не сидеть в очереди с такими же больными, даже в фильтр-боксе. Прийти и сразу попасть на прием к врачу. Ну вот опять же в интернете прочла, что одна из мамочек не могла записаться к кардиологу. Якобы сказано, звонить с 7 до 7.30 и не дозвониться. Трубку взяли в регистратуре и сказали, извините, талонов уже нет. И вот женщину это очень возмущает. Ну, это недопустимая ситуация. Я сразу скажу, что кардиолог это тот специалист, к которому должен направить либо педиатр, либо терапевт. То есть самостоятельно талон брать кардиологу, неврологу, эндокринологу вообще мы не рекомендуем. Это неправильная практика работы, потому что данный специалист, он является консультантом, и к нему должен направить терапевт, который является лечащим доктором, он знает о всех ваших проблемах. Он может осмотреть все консультации других специалистов, да, скорректировать лечение, определить первочередность назначения того или иного специалиста. Потому что мы иногда часто придем к кардиологу, к эндокринологу, да, к неврологу одномоментно. Нам назначат там целую кучу препаратов. И как определиться, какие пить в первую очередь? Мы же не можем пить все одновременно, да, то есть это по меньшей мере не полезно. Поэтому вот лечащий врач должен определиться, исходя из той симптоматики, которую имеется у пациента из ведущей симптоматики, и определить, что вот эти препараты он будет пить в первую очередь, вот эти во вторую очередь, а вот эти вообще не нужно пить, потому что они друг с другом не сочетаются. То есть вот для этого и нужен лечащий врач. Терапевт – это главный специалист. То есть все же вы советуете не заниматься самолечением, что называется, в данном случае получается так, да? А обратиться к специалисту, к основному, который уже потом по узким специалистам распределит. Не выстраивать себе маршрут, а этот маршрут вам выстроит терапевт или педиатр. Ну вот, случаи жизни все же. Я вот, наверное, из тех, кто занимаюсь самолечением, и решила, что мне необходимо обратиться к лору. Определенные проблемы со здоровьем в этом отношении у меня были. Или мне сказали, талон будет только через полторы недели. Но не могла же я предвидеть, что у меня случится гайморит за полторы недели. Вот что в этом случае делать? Опять же идти к терапевту. Опять же идти к терапевту. Терапевт назначит вам базовую терапию, может назначит симптоматическую терапию, назначит вам план обследования до приема того же лора и даст вам талончик. И в зависимости от того, требует ли ваше состояние экстренного обращения к лору, либо нет, он уже время приема посещения скорректирует. То есть либо даст вам в первую очередь на завтра, например, либо отсрочит это на несколько дней в зависимости от того, какое расписание ему доступно. Я тогда не понимаю, если вы, как объясняете, все так просто, почему тогда столько негативных отзывов? С чем это связано? Люди сами создают себе проблемы? Ну, вы знаете, наверное, люди не знают о всех возможных и доступных способах записи в поликлинику. В принципе, мы можем записаться сегодня через портал государственных услуг. Я сама пытаюсь это сделать регулярно, смотрю свою поликлинику и вижу, что все-таки возможность записи есть. Если время не терпит, например, какое-то неотложное состояние, то, конечно, лучше прийти в поликлинику. И для этого в поликлинике организованы кабинеты неотложной помощи. Есть дежурные врачи, которым вас регистратора сразу направит. И вы, с учетом того состояния, которое имеется, получите помощь в первый день, в день обращения. Если это плановая ситуация, вы заведомо знаете, что вам нужно выписать рецепт, хотите получить справку на санаторно-курортное лечение, то вы можете заранее записаться по телефону через тот же портал госуслуг и спланировать свой визит уже с конкретной датой, с конкретным временем, если ситуация этого терпит. Ну, а те пациенты, которые регулярно ходят планово за рецептами, ну, наверное, нужно как-то немножко чуть-чуть заранее побеспокоиться о посещении врача. И это, в общем-то, решится совершенно спокойно. По телефону не надо звонить в утренние часы, если доплановая ситуация, например, когда идет пиковая нагрузка. Регистратура работает с 8 до 8. И в любое время вы можете позвонить, и вам не откажут. Запись вас обязательно запишут. Расскажите, каким образом талоны вообще распределяются на госуслуги, какое количество выставляется? Потому что я вот тоже через госуслуги пыталась записаться, но это заранее нужно делать, чтобы получить талон. В зависимости от того, с какой нагрузкой работает специалист, у него определяется количество талонов. Ну, например, там 20, да, условно говоря. Из этих 20, 65% это первичные талоны. И вот эти первичные талоны, они равнодоступны регистратору, они равнодоступны оператору колл-центра и равнодоступны на портале госуслуг. То есть одновременно могут 3 человека зайти, да, и они увидят одинаковое количество талонов с разных источников. Поэтому сегодня мы это сделали вот так. Это жестко система у нас контролирует. То есть 65% первичных талонов, они доступны абсолютно всем. Если раньше наши регистраторы могли, например, там себе какую-то треть зарезервировать, то сейчас у них такой возможности технической уже нет. Немножко о ситуации с гриппом поговорим. Случаев пока не зафиксировано, но я думаю, что это пока... Как вы думаете, не связано ли это с тем, что большинство из жителей края привиты? Именно поэтому у нас крепче иммунитет. Безусловно, это связано и с этим. Мы ежегодно наращиваем объем вакцинации против гриппа. В этом году мы привили уже 53%, 48% было в прошлом году. За последние 5 лет объем существенный, там с 23 до 50 нарастает. Это связано, конечно, и с этим. Наверное, даже в большей степени связано именно с тем, что объем вакцинации у нас растет. А прививочная кампания, она продолжается или уже нет смысла? Год от года мы об этом говорим, но хочется напомнить, нет смысла ли сейчас ставить прививку? В настоящее время уже всю вакцину, которая пришла нам из федерального бюджета, мы ее использовали. На какой период вы уже прогнозируете, что грипп на территории края случится, будет зафиксирован? Или таких прогнозов тоже не дают? Ну, обычно это середина января, февраль. Как правило, вот за последние годы примерно подъем заболеваемости гриппом идет вот в эти месяцы. А вот один мой знакомый приобрел в онлайн-аптеке вакцину от гриппа и самостоятельно дома себе ее поставил. Насколько это вообще допустимо и как такое могло произойти, что она в свободном доступе? Ну, вообще, как бы эта ситуация может обернуться негативными последствиями для того пациента, который ее купил и самостоятельно поставил. Во-первых, перед постановкой вакцины обязательно должен быть осмотр врача. Если какие-то есть симптомы, какие-то другие заболевания, то, наверное, врач эту ситуацию отсрочит или вообще напишет противопоказания. Вакцина должна обязательно транспортироваться в термолобильных контейнерах. Тут условия доставки тоже непонятны, но по меньшей мере, если она доставлялась с нарушением терморежима, то она может быть неполезна, бесполезна. Ну, а в худшем варианте могут появиться какие-то осложнения. Ну, и сама постановка вакцины, она иногда тоже заканчивается поствакцинальными осложнениями, там, какой-то температурной может быть реакцией, да, вплоть до анафилактического шока, да, если там аллергия есть на чужеродный белок. Поэтому я бы не рекомендовала самостоятельно прививаться только при обращении в медицинскую организацию. Тем более, что это сейчас очень доступно на самом деле, были отдельные маршруты для вакцинации разработаны, да, у нас мобильные ФАПы стояли, да, мобильные комплексы, где мы прививали население по факту обращения, это не требовало никаких документов. Поэтому тут не надо проявлять самостоятельность и упасть в обращение. Давайте в завершении нашей беседы еще раз напомним, как нужно вести себя пациенту, если он почувствовал себя нехорошо, но пока еще не знает, что конкретно, простуда или какой-то другой недуг. Что делать? Стоит ли бежать сразу к врачу или лучше позвонить? Несколько советов. Нет, с врачом, конечно, надо пообщаться, но для этого не надо сразу бежать в поликлинику, для этого нужно вызвать врача на дом. Сейчас у нас существенно увеличилось количество бригад неотложной помощи, которые выйдут в течение двух часов и неотложную помощь окажут. И тут же запишут на прием к терапевту для последующего визита в поликлинику уже как бы на плановый прием. Если все-таки вы хотите попасть в поликлинику, да, самостоятельно обратиться, то обращайте, пожалуйста, внимание на навигационные таблички, которые указывают, куда нужно пациенту с температурой обратиться. Есть организованы отдельные приемы для температурящих больных, это фильтр бокса в детских поликлиниках, то есть пациенту с температурой желательно туда. Туда, кстати, во многих поликлиниках сейчас уже даже записывают тоже по телефону для того, чтобы не сидеть в очереди и не ждать приема пациента. И звонить, я думаю, что не обязательно там с 7.30, то есть регистратура работает с 8, в течение всего дня. И если вы с вечера почувствовали себя неладно, а поликлиника работает до 8, вы можете вечером уже вызвать врача, либо записаться вот в тот же фильтр бокс или на плановый прием. В общем, не занимаемся самолечением, а лучше всего будем здоровы. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Жанна Вахлова, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Алтайского края.